Это отдельное произведение искусств, чисто машина из американского фильма ужасов. Выглядит конечно ужасно. Приветствую всех друзья на своем канале. Значит у нас рабочая неделя в Скандинавии у меня вышло. Продолжение будет с последнего видео, где немножко рассказывал зимние моменты. И с той локации я загрузился доской и поехал в Норвегию. Привез я из Швеции доску и хотел вам сказать плюсы собственно книжки, что вы сразу открываете как на загрузке так и на выгрузке, закидываете сразу все ремни и все, вам не надо дергаться, не бегать, не прыгать, что роту никуда тягать не надо. Это конечно положительный момент. Ну и сейчас я выгружусь, я нахожусь в центральной Норвегии, недалеко от Осло. 7 утра, минус 2 градуса и в магазине Биг вгружаюсь и заодно пойду куплю зимние перчатки. Посмотрел, цена хорошая, 11 евро, очень даже неплохая цена. Очень хорошая, качественная зимние перчатки. Чуть позже покажу. И затем было 5 загрузок. Вот, друзья, зацените. Отдал я всего лишь 12 евро. Это козырные зимние перчатки, очень качественные. Здесь они не промокают с кожаными такими, ну, с заменителями вставки. Здесь твердая, твердая вставка, чтобы что-то там можете хватать без проблем. В общем, ну, посмотрим, сколько прослужит. Обычно подобные я покупал где-то за евриков 15. Мне их хватало на месяц-полтора. Ну, эти очень мне понравились по качеству. Покупал я их в Норвегии в магазине Биг. Вот, 12 евро. Я думаю, это что-то там очень сильно аукционная за такую цену. И, соответственно, 5 выгрузок в Швеции. Что ж, такая вот работенка еще. С Норвегии я сборняк собираю на Швецию. У меня была первая загрузка, 7 палет поставил. Потом вторая. Один палет такой вот, не до палет. И 6 палет стекловатый. Еще у меня пол прицепа пустого. Сейчас еду еще две загрузки. И поедем мы в сторону Сунцва, Лаумеи, где база находится АЦХ. Но я еще, скорее всего, в Швеции буду загружать. Вот, я думаю, вряд ли сейчас двух загрузок в консвингере я доберу целом лице. Поэтому, если будет пустой, то я еще буду загружаться, может быть, в Оребро или еще где-то. Везде по чуть-чуть там-там-там загрузился. Главная была задача успеть к 15.30 максимум на последнюю загрузку в консвингере. Вот еще мои две загрузки. Очень мощные. Здесь две гусеницы и какая-то маленькая деталька. И у меня вот остается еще место. Посмотрим, дозагрузят меня в Швеции или нет. Я выдвинулся на границу Эда. Всегда хотел сказать всем, что по поводу рации. Рация у меня включена, и я здесь, в Скандинавии, нахожусь на седьмом канале. Точнее, буду теперь находиться на седьмом канале. Поэтому, кто будет встречать где-то, если что, или видеть, кричите в седьмой канал. Я единственное, когда могу забыть ее включить, это после выходных. Ну, там максимум на полдня, потом вижу, что не горит, включаю обратно. Рации у нас вымерли давным-давно. Тишина происходит на всех каналах, на одиннадцатом, на тринадцатом. Вот, поэтому я выбрал семь. Почему? Потому что семь мое любимое число. Первая у меня разгрузка вот в эти вот оранжевые ворота. Позвонил контакту, контакт не поднял трубку. Смотрю, есть грузовичок там вот, который сейчас задом сползает. Я думаю, сейчас он будет выезжать, и я туда заскочу. Но он подъехал, и ворота также у него не открылись. Ну, сейчас посмотрю, как будут происходить развития событий с этим грузовичком. Спустился он полностью вниз. Ворота открылись. Ну, теперь мне нужно успеть проскочить. Кстати, девушка, по-моему, за рулем. Молодая. Так, обратно буду выезжать, чтобы моя вата не полетела. Мне-то штангами некогда подпереть. Я подпер с обратной стороны, чтобы она не наклонилась. Ну, буду аккуратно. Вон проект офис у нас. Поедем спрашивать. Значит, ну, я хотел еще вот такую дать. По поводу денежных переводов. Все, кто работает в странах Прибалтики, Польши, да и Европы, переводят деньги домой. В основном все пользуются системой Пайсов. Конкретно для белорусов. Это самый, наверное, единственный выгодный вариант. Также в Казахстан, Узбекистан, в Грузию, в Армении. В общем, эти переводы идут везде. И, значит, что я вам хочу предложить. Я могу вам дать свой, как-то правильно называется, да, реферальная-то ссылка, по которой, если вы зарегистрируетесь в Пайснете, первый перевод у вас будет абсолютно без комиссий. Конкретно для Беларуси такая немножко информация будет, что переводить нужно не в белорусских рублях, ну, с любого вашего счета, да, будь у вас евро, будь у вас злоты. В Беларусь валюту нужно переводить в доллары. И тогда ваш перевод спокойно доходит. Но доходит он не во все банки, а в банки те, которые только работают еще с этой системой SWIFT. Я же пользуюсь банком PriorBank. И вот уже сколько лет без всяких проблем я получаю переводы. Раньше в белорусских рублях также переводились, потом что-то там не прошли у меня пару переводов. Я начал обратно в долларах переводить и все у меня хорошо получается. В Беларуси в PriorBank у меня открыт валютный также счет, долларовый счет. Для обычных физических лиц, у которых там небольшие суммы идут через этот счет, там тоже комиссии никаких нету. В принципе, очень довольно-таки комфортные условия. Так что, кому интересно, ознакомливайтесь и подключайтесь к PriorBank. Но по Пайснету вы найдете в описании ссылку, по которой сможете скачать, установить, либо же отдельно ввести, у кого только первый перевод. Кто не делал совсем переводы, те смогут воспользоваться этой ссылкой. Все равно в эти ворота, в общем, назад я выехал, потому что, ну, контакт перезвонил. Пришел за мной мужик, говорит, все-таки тебе нужно было в те ворота. Я выехал обратно, он сейчас стоит договариваться, чтобы открыли ворота, я заехал на территорию. А нахожусь я на одной из самых крупных бумажных фабрик. Но хорошо, что мне здесь не надо грузиться, не люблю грузить бумагу. Вот таким вот тракторчиком меня выгружали. Парень молодой, еще не сильно опытный. Я вам хочу сказать, что я рассекал лучше, кто помнит, ледяной драйв. Предновогодний рейс мой, когда я сам на тракторе выгружал, подсыпал там, занимался всякой ерундой. И самое интересное, когда трактор был без тормозов. Это было весело сразу, ты моментально учишься всему, когда у тебя нету тормозов. Заходите, смотрите, кому, кто такое видео не помнит. Будет вам, я думаю, интересно. Все, я погнал дальше разгружаться. Так, вторая выгрузка у меня электростанция. Выгрузка на электростанции, а туда я привез... Через 300 метров поверните налево. Хмор фоксин, затем вы победите в конечный пункт через 110 метров. Да, маленький палетик, который у меня был. Последняя загрузка. И где-то теперь нужно мне понять, куда тут к ним заехать. Наследующий поворот малево. М-да. Мне туда явно, наверное, не надо. Сейчас можно позвонить в английский номер, спросить. Несмотря на то, что было написано, что они до 4-х, я дозвонился и мне открыли ворота. Так что, не всегда обращайте внимание на время. Так, сейчас мне главное не снести ничего. Так, ну я куда-то туда вниз. Да, конечно, в самый раз здесь. На фуре. Вон, подсыпка зато есть, ящик стоит. Шикарно. Ну я вот вижу, видел сразу эти NCC, то есть мне вот это и надо. Вот достигли конечного пункта. НCC, я видел еще погрузчик, что катался. Ну и сразу снизу, спуску, я видел, что в случае чего я сюда за назад и выеду, если даже приеду я непонятно куда. Ну, как видите, здесь целая база. Так, ладненько, все, буду я, значит, искать, кому мне здесь этот палет отдать. Вот такие вот бывают нелепые выгрузки. Так, разворачиваться, что-то тут. Посмотрел, смотрю, задом там вроде бы сдам. Куда-нибудь туда. Забью третий свой адрес, но я вряд ли уже все не выгружусь. У меня 16-19. Вот там бушует. Пойти видос, что-нибудь, что-нибудь этот самый сдам бы. Так, сказали мне ворота автоматически. Отсюда, наверное, не сильно так и обзор хороший. С этого ракурса. Сверху бы откуда-нибудь было бы прикольно посмотреть. Так, ладно, выезжаем. Отсюда сказали ворота автоматически. Да, зимой-то и все, заехал и на цепях, только на цепях. Потому что по-другому тут ничего не выйдет. Блин, мои там эти самые, сейчас стекловата моя, улетит куда-нибудь 100%. Ужас какой-то. Кстати, да, хотел вам показать. Голливудская надпись. Только с ихним городом. Ну, плохо видно, далеко она сильно. Все, погнал я. Взял, у меня все-таки интерес пойти посмотреть, стоит ли мой вата. А, не, нормально. Шикарно. Утро у меня шведское. Получается, это у меня третья выгрузка. Должно было быть их пять, но пятая выгрузка у меня будет вот эту вот коробку. Как правильно, полетели коробка, не знаю, да? Поедет она в умею. Здесь выгружаю и зол, и гусеницы нужно будет еще выгрузить мне по дороге. А после в уме я уже поеду менять я колеса. Что ж, после выгрузки надо мне заехать в магазинчик. Что-то я хочу вкусного к чаю. Ну, то, что у меня в холодильнике, мне что-то не очень хочется. Поэтому хочу что-нибудь другое. Куб с 7 утра работает. В этот куб, куда я сейчас еду, уже помимо летнего сезона удобно, в принципе, заезжать. Здесь есть куб, здесь есть аптека и, естественно, систем баланит. Ну, как бы это основное, конечно. Но они в основном работают с 10 утра, с 9-10. Ну, а здесь красиво заезжаете, паркуетесь поперек. Главное, вон, видите, не сбить прицепом, чтобы никто не ругался. И все. Опа. Идем в магаз, а потом выезжаем по кругу. Эта самая точка, видите ее на карте, где-то, Ордск, Голдск, или как он там называется, город. В четверг я сделал последнюю выгрузку. Поехал на базу, где мне нужно было поменять колеса на прицепе. Тех два колеса, которые были по 3 мм протектор. Приехал я в последнюю точку, пятый палец свой выгрузил, сам под рампу подъехал. Выгрузил, пошел, подписал документ. И жду теперь две цепи. Две цепи те негодные я отдал. И сейчас мне должны подвезти две цепи, которые я повешу сюда на эти кривые крюки. Ну и затем поедем, поменяем колеса. Вот что прикалывает в шведах, что неважно в каком процессе идет работа, обед, все кинули, так как все лежало, и все ушли. Мне одно колесо поставили, перетянули, второе сняли. То есть поставить колесо, ну, понимаете, да, это три минуты. Тем более с условиями, когда ты в сервисе, у тебя все есть. Вот, нет, они просто кинули и ушли обедать. Чуть позже я поставил второе колесо. Покажу вам колеса. Классная очень. Протектор очень козырный. Хоть и наварка, но очень мне понравилось оно. Вот поэтому тоже вам покажу. Зацените. И все. И все. Я еду на круг в Финляндии. Как я снимал видео, поеду на такой вот круг. Все, поставили. Вот такой вот добротный протектор. Очень хороший для зимы. Средней мягкости. Ну и, конечно же, со второй стороны. То же самое. Я уже вблизи не буду показывать. И затем цепи, цепи. Так, дали мне одну цепь. Две я отдал, неисправные. Дали мне одну. И сказали, вторую дадут, когда нету, в общем, в наличии. Поэтому чуть-чуть позже мне ее дадут. Пока что, так как рейс у меня на Финляндию, мне цепи комплектность не нужна. Уже, да. Уже с 15 октября. У нас 16 октября в северной части Норвегии требования цепей. Зиме резины. Поэтому все должно быть как положено. И затем я отправился на свою уже знакомую загрузку металлом. Загрузка была на пятницу. После этого в пятницу утром я загрузился и отправился на базу делать 45 часов. И неделя у меня завершилась тем, что в воскресенье я выдвинулся на паром на Финляндию. Значит, на базе вам хотел я показать уже давно. Я приметил очень интересный прицеп. Ну, я как-то просто раньше, может быть, где-то видел задалека, но сблизи я никогда не видел. И я был удивлен, что вот он так интересно выглядит. С одной стороны у него дверьки книжка. Ну, это облегченный, естественно, вариант. Это не такие дверьки. И немножко условия по загрузкам тоже будут другие. По поводу крепления груза. А с другой стороны обычный тент и крыша поднимается. То есть все-все-все. Плюс как высоту она поднимается, так она и сдвижная. Ретро-тачка, которая там стоит, прикалывает она меня своим видом, конечно, таким. Из ужастиков каких-то. Старый американец. С калифорнийскими номерами. У логистики ACX у них свои мерс. Ну, у них не только мерс, у них много всего. И Scania, и Volvo есть. И вот в Mercedes у них Gigaspace. Это самая, как сказать, возможно, жирная, но и самая, короче, большая кабина, которая только возможна у Mercedes. Также Volvo стояла. Не знаю, это какая Volvo, но это не FH16. Это обычная FH13. Старенькая стоит. Ждет своего рейса. Ну, а я же продолжаю и работать, и снимать. Поэтому постараюсь сделать для вас следующее видео немножко поинтереснее, поинформативнее. Но жду какие-нибудь дороги, чтобы не было так просто скучно. Где-то по одним и тем же маршрутом езжешь. Смысл мне, ну, и снимать одно и то же я не хочу. Поэтому надеюсь на какой-нибудь интересный рейс после финского круга. Все, друзья, с вами был Федор. Всем удачи и до новых встреч. Пока.